Здравствуйте! Мы находимся в итальянском дворике Одесской филармонии. Это замечательное произведение архитектуры привлекает массу туристов. Сзади нас сейчас находится группа, который экскурсовод рассказывает об истории этого замечательного места. И мы, в свою очередь, хотим рассказать вам, почему мы выбираем такую тему, как архитектура в живописи. И живописными средствами изображаем архитектурные произведения. Почему нам так нравится именно старинная архитектура? Почему Париж произвел на нас такое большое впечатление своими замечательными зданиями и сооружениями именно центра города? Почему нас не интересует современная архитектура многоэтажек жилых спальных районов? Они безлики, они неинтересны. А архитектура старинная, она всегда несет в себе отпечаток своей исторической ценности. Она отражает свое время. И каждый человек, он в душе, историк хочет покопаться в прошлом, понять его сущность и отобразить в своих живописных произведениях. К сожалению, в последнее время в Одессе и во всем мире практикуется так называемая точечная застройка. Как архитектор могу вам сказать, что это большое зло для жителей и, что немаловажно, для гостей города. Потому что не привлекает гостей города застройка, которая превышает своей этажностью и давит на исторические сооружения, как в Одессе, например, историческая застройка центра. Это трех-четырех-пятиэтажное здание. Знаменитая Молдаванка, это два-три этажа. И вдруг среди них возводятся целые жилые комплексы, которые имеют своей этажностью по 16, а то и более этажей. И естественно, что они уродуют облик города. Одесса сама по себе представляет ценность именно как городской комплекс архитектурный, именно как совокупность различных зданий. Потому что Одесса отличается в архитектуре своей эклектичностью, то есть смешением стилей. Поскольку в Одессе и области проживает 128 национальностей, естественно, что у нас тут постройки и в классическом стиле, и итальянцы строили, и французы, и восточные мотивы присутствуют. Естественно, что все это смешение, оно создало не каждое само по себе произведение, здание является произведением архитектуры, а вот именно совокупность вот этих зданий. Одесса похожа на Париж? Одесса очень похожа на Париж, в таких несколько уменьшенных размерах, и поэтому для нас это очень близко. Мы когда попали в Париж, то мы увидели вот эти платаны лысые, так называемые, и мы как бы окунулись в Одессу вот немножко в более величественном, таком более сохраненном, ухоженном варианте. Поэтому вот эти дворцы и площади Парижа мы не просто как туристы посетили, мы их внимательно изучали, изучаем, продолжаем изучать. У нас очень много материалов, и мы будем и в дальнейшем изображать архитектуру, ну не только Парижа, надеюсь, что и другие места и архитектурные памятники будем посещать. Продолжение следует...